Приветствую Вас, я прочитал Ваш вопрос и готов дать на него ответ, повтораться дать на него ответ. Во-первых, я прочитал ответы коллег на Ваш вопрос. И хочу сказать, что наиболее правильным показался мне ответ Бориса Пустинского, который сказал Вам о том, что если Вы сделали аборт, значит постановительно Вы были не готовы к материнству. Тем не менее, я не думаю, что можно как-то ограничиваться только цитированием ответа своего коллеги. Поэтому я постараюсь разобрать Ваш вопрос более подробно и в процессе разбора буду давать какие-то комментарии, которые, надеюсь, помогут Вам понять какие-то для себя вещи, и, может быть, натолкнуть на мысли, либо подвигнут Вас на более детальную проработку того, что с Вами сейчас происходит. Итак, неделю назад пишите Вы, я с горячкой сделала аборт, мне 28 лет. Пожалуй, нужно сказать, что Вам 28 лет, Вы молоды, и, да, сейчас Вам плохо, сейчас Вам тяжело, но это, опять же, эстинка. Это, опять же, горячка. То есть, Вы пишете в конце, что я не хочу больше жить, я не верю, что полюблю кого-то, смогу иметь детей, это та же самая горячка, что и породило Вас, что и, простите, сподвигло Вас сделать аборт. Вот Вы же подумайте на эту тему. Если Вы сделали аборт, думая, что Вы и ребенок никому не нужны, и что Вы не имеете права обязывать мужчину платить за нежеланного ребенка, если Вы думали так, и если Вы теперь считаете, что это неправильно, что Вы думали неверно, то точно так же, по аналогии, Вы неверно думаете, что Вы никого больше не полюбите, и так далее. Кроме того, любовь и возможность иметь детей не зависят от веры. То есть, то, что Вы верите или не верите, это не важно. Это существует помимо Вас. Я скажу честно, что не медик, но не помню каких-то подтверждений того, что из-за аборта нельзя иметь детей. Ну и Ваш опыт вроде как это подтверждает. Далее. Вы пишите, что 8 лет назад я уже делал аборт, но данные обстоятельства были такие, я не жалею. Ну Вы об этом написали, я соответственно должен это прокомментировать и скажу, что да, Вы не жалеете об этом, но для Вас скорее всего это было травматично. То есть, может быть, Вы по-прежнему вините себя за то, что сделали аборт тогда, и возможно считаете себя опять же недостойной матерью, чтобы подсознательно затолкнуло Вас на аборт сейчас. Далее. Сейчас это был желанный ребенок, я молилась, чтобы жизнь подарила мне ребенка, мужчину, от которого забеременела, очень любила и люблю. То есть, здесь Вы говорите о определенных предпосылках к тому, что Вы делали, да, к тому, что Вы сделали, Вы пишите, что хотите, охватили ребенка, что Вам это было нужно и так далее. Далее Вы пишите, с ним мы вместе не живем, будущее не планировали. Здесь как бы сразу возникает вопрос. Если Вы мужчину любите, любили и любите, но Вы не живете вместе, и будущее совместно не планировали, то откуда между Вами интимная связь, в родосаде которой появился ребенок? Откуда связь, если Вы не жили вместе, если Вы не планировали будущее? Почему Вы связывали свою жизнь с этим человеком, и почему Вы уступали с ним в интимную связь? Зачем? Тем более, что он говорит, что не бросил бы Вас, то есть, ладно бы в мире, что он жить по-любому не стал бы. Что двигало Вас вступать в интимную связь? Низкая самооценка? Страх, остаться одной? Еще какая-то потребность? Подумайте, пожалуйста, об этом. Далее, значит, я была рада, ну, в беременности мужчина сказал, что детей не хотел вообще, но готов помогать. Ну, вот здесь опять же момент, если мужчина не хотел детей, то зачем Вы с ним встречались вообще? Далее, значит, сама снимаю квартиру, родители далеко, на пенсии посчитала, что им будет напрягно мне помогать. Так, здесь Вы берете ответственность на себя, за других людей, да? То есть, вот Вы берете ответственность за своих родителей, за своего мужчину, правильно? Вы посчитали с вами его, не в праве, не в праве обязанности мужчину платить за нежеланного ребенка, но при этом мужчина почему-то в праве с вами встать, несмотря на отсутствие совместного будущего и прессивания. То есть, вот странно у Вас получается. То есть, Вам никто не должен, ни родители помогать с ребенком, ни мужчина Вам ничего не должен, а Вы должны и родителям, и Вы должны мужчине. То есть, Вы должны беспокоиться о родителях и о мужчине беспокоиться тоже, который с вами не живет и вроде как по описанию просто Вами пользуется. Что это за отношение к себе такое? А самое главное, почему Вы не хотите упознанно брать ответственность на себя, а другим людям позволить брать ответственность за себя? Почему Вы все время берете ответственность за других? Главное, имеете ли Вы право брать ответственность за других? Вот вообще вопрос. А не вопрос в том, правили Вы обязывать мужчину платить за нежеланного ребенка или нет. Далее. Одна бы я не потянула. Не потянула. У Вас случилась истерика. Так. И, значит, Вы не позвонили мужчине в истерике своей, а мужчина, зная Вас, не догадался, как это на Вас отреагировало. На Вас отразиться, да, отразиться. Хотя мог бы, зная Вас. Наверное, Вы рассказывали ему о том, что Вы сделали аборт. Но, опять же, если нет, то он Вас знает. И если бы Вы были ему дороги, как вот, Вы говорите, то он был бы с Вами. А если бы он не хотел быть с Вами, вот, и не хотел детей, то просто успокоить Вас. Это его обычная мужская обязанность. Тем не менее, Вы были в истерике одна и пошли, пошли и сделали аборт. То есть, в истерике, в аффекте, Вы решили сделать аборт, а не доверить, не довериться родителям и не довериться мужчинам. Почему Вы это сделали? В состоянии аффекта Вы взяли, наконец, ответственность за себя, пошли и сделали что-то сами. Здесь я вижу попытку проявить собственную значимость. В таким образом. Да, с чудовищной ценой. Да, пострадал ребенок. Да, это все так. Но, опять же, поймите, происходит это из-за того, что Вы постоянно берете ответственность из других. И Вы не чувствуете своей значимостью. Ну, по крайней мере, как это видится у меня. Потому что, вот, и родители у Вас на пенсии, и мужчина Вам зачем не обязан, хотя он с Вами спит, да. То есть, явно здесь Вы постоянно думаете о других. О себе Вы думаете вообще, ну, очень мало, если думать вообще. И это плохо. Когда человек о себе не думает, он не чувствует собственной значимости. И за себя ответственности не несет. Здесь аффект, в аффекте прорывается. В аффекте прорывается то, что Вы себе сдерживали или подавляли. А подавляли Вы именно, собственно, активность нацелями для себя. Далее, почему Вы считаете, или лучше сказать, считали, когда Вы ходили из клиники, что Вы нужны кому-то с ребенком. Но Вы считали в истерике, что Вы никому не нужны. Это либо так, либо не так. И как я уже сказал, если это так, и Вы действительно никому не нужны, то то, что Вы думаете сейчас, это тоже аффект. И это ошибочно. Если же Вы ошибались, и Вы с ребенком все-таки нужны, то Вы и ошибаетесь относительно того, что Вы больше не забеременеетесь и кого-то полюбите. И никого не полюбите. То есть, в этом Вы тоже ошибаетесь. На самом деле, это не так. Понимаете, одно логично вытекает из другого. И нужно понять только то, что именно истинно для Вас. Далее. Значит, в один день потеряла любимого и ребенка от него. Ну, пожалуй, про ребенка я Вам сказал. Здесь можно добавить только то, что забеременеть еще раз не проблема. Я думаю. Если Вам именно ребенок нужен. Вопрос в том, для чего Вам ребенок вообще, если Вы одна. И какой смысл, насколько хорошо растит ребенка в неполной семье. Без отца. Который только помогает. Непонятно. То есть, определите, зачем Вам ребенок. Может быть, в ребенка Вы вкладывали свое желание быть значимой. Через ребенка только Вы чувствовали, что можете быть значимой. А теперь и это Вы потеряли. Но возникает вопрос. А что Вам мешает быть значимой без ребенка? И ответ довольно прост. Это ответственность за саму себя. Далее. Он говорит сейчас... А, да. Да-да. Вы сказали, что потеряли любимого. А мне это вообще непонятно. Если мужчина с Вами не был. Уже. И вместе Вы не жили. И будущее не планировать. То Вы его уже и потеряли. Вы уже потеряли любимого. То есть, Вы его и не находили. Он не был Вашим. Далее. Любимого потерять нельзя. Что это вообще за любимый? Такой, который не с Вами. Какой с Вами будешь и не планировать. Детей не хочет. Только в каком помогать. Вы вообще того человека любите. И уверены ли Вы, что Вы его любите? Уверены ли Вы, что это любовь? А не какая-то потребность или зависимость? Потому что любить того, кому Вы не нужны, можно. Но забывать о себе и не двигаться вперед. И спать с тем, кто ведет себя так, как Вы описали. Но это определенная проблема с самооценкой. И с Вашей потребностной сферой. Так и с эмоциональной сферой точно проблема. Далее. Пожалуй, нужно сказать, что любимого потерять нельзя. То есть, если человек любимый, то он будет с Вами. Если Вы его потеряли, значит, это нелюбимый. Потому что мужчина, если он не идиот, а он, скорее всего, не идиот, он понимает, почему Вы это сделали. И здесь я соглашусь с другим коллегой, который сказал Вам, что мужчина, говоря о том, что не бросил бы Вас, и что он не думал, что Вы осмелитесь на это, это просто манипуляция. Это просто драка, махание кулаками после драки. Где он был, когда Вы сказали ему о беременности. Билет. Не было его. А после обжидеть Вас, конечно, можно. Мое нетерпение и нервозность подтолкнули меня на аборт. Ну, давайте так. Столкнули на аборт Вас нетерпение и нервозность, а подсознательное понимание реальности, а также ощущение того, что ребенок будет не счастливым. Потому что Вы действительно не смогли бы его потянуть одна. А еще не факт, что мужчина стал бы Вам помогать. И, кроме того, для ребенка, еще раз повторюсь, очень вредно жить в неполной семье. Далее. Никакого ребенка Вы не убивали, потому что, практически, ребенка еще не было. Был плод. Плод – это не человек. И что? Почитайте об этом. Литературу, Вы поймете. Что убийством считается прерывание беременности только после определенного срока, до определенного срока – это не убийство. Это о чем-то значит. Это что-то значит, о чем-то это говорит. Ну, и по поводу того, что все же меня дела в один миг испортила, я Вам скажу следующее. Почему Вы жили любимым? И почему Вы жили ребенком? А где Вы? Вот Вы во всем этом где? Конкретно Вы. Ребенок – это другой человек. Это другое существо. Почему Вы его хотите? Ребенок – это плод любви. Резда любви двух людей. Но у Вас такой любви нет. Любимый – это партнер. Это партнер в отношениях. Но Вы – такое ощущение, что границы, границы свои и других не устанавливаются. И вы не скажете вопрос, почему все, чем Вы жили, так легко уничтожены? Почему все, чем Вы жили – это люди? Где Ваши ценности? Где Ваши взгляды? Где Ваши приоритеты? Где Ваши приоритеты? Где Ваши желания? Ваши стремления? Где Ваши ценности? Ну и пожалуй, последнее. Вам сейчас нужно плакать. Это действительно тяжело, это действительно обидно и больно. Плачьте. Но в плаче своем не добывайте обо всем том, что я Вам сказал. Это очень важно. Вы пишите, что просите помощи. И у меня к Вам здесь вопрос. А какой помощь Вы хотели бы? Это травма то, что Вы сделали. И нужно ее прорабатывать? в частности в том направлении и в том направлении, что это? Либо ошибка. То есть, если Вы говорите, что вот, например, как я Вам говорю, да, что Вы в истерике пошли и сделали аборт, а сейчас Вы думаете, что Вы не верите, что можете кого-то полюбить и что у Вас будет действие. Вот. либо Вы ошибаетесь, и как в истерике сделали ошибочное действие тогда, и, соответственно, это было неправильно. Так Вы думаете неправильно сейчас. Либо Вы поступили так, как Вы считали нужным, и тогда Вы никого не потеряли на самом деле. То есть, Вы действительно были не нужны, Вы действительно не потянули, Вы действительно поступили единственно верным образом. И, если это так, то ни о каком окончании жизни в 28 лет речь не идёт. Речь идёт о более осознанном поведении с Вашей стороны. Речь идёт об ответственности, которую Вам нужно брать на себя, а не за других. и речь идёт о собственных желаниях и о границах Ваших. Вот с этим можно с Вами поработать, если у Вас есть желание. Потому что помощь, помощь как таковая, психологическая, заключается в том, чтобы консультироваться. То есть, консультировать Вас. То есть, Вам, общаться с психологом. На этом всё. Надеюсь, что помог Вам. Если у Вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!